Слушай, у нас тяжелоатлет вообще впервые. Я кайфую от этого. Да не то, что на максимум, я вообще не подтягивался. Вот биться с я прям всю тачку. Ты что, пишешь? Да. За кошком дождь, ветер, тлен, суицид. А в Клоков Базы Тим... Зайка, рабочая атмосфера. My World. В Клоков Базы Тим приветствует вас. Рассказывай, что у нас за программа. Шоу на разуме. Я, во-первых, покажи его руку просто. Посмотри, что ты. Около 120, когда ты мне первый раз написал. Последнее видео или предпоследнее, Кирилл прикалывался там о том, что типа с каким-то персонажем, с героем, было очень легко договориться. Я ему, говорит, позвонил, и он сказал, да, давай снимем. А с некоторыми, говорит, очень было трудно. То у них одно, то понос, то золотуха, то не в форме, то еще что-то. Короче, это я. Я расскажу свою историю. Я два месяца назад начал снимать фильм про Кроссфит. Далеко мне не безразличная тема. Очень сильно она сыграла роль в моей жизни. Она просто перенаправила ее абсолютно кардинально и так вот зафундаментировала, скажем, да, если можешь такое слово подобрать. Вот. И когда я сейчас, благодаря некоторым девчонкам, которые занимаются, узнал, что у них как бы, ну, немножко как-то кисло стало, знаешь, немножко интерес подупал, да, мне как-то так зацепило, думаю, бля, я сейчас попробую разобраться в этой теме и, собственно, вот и с ним разоберемся все на своем примере. Мы сейчас вот решил этот год точно отдать Кроссфиту, поэтому все мои силовые, которые были, они, так знаешь, потихонечку из-за вот этой кордюхи начинают опускаться. Когда ты мне позвонил, сказал, давай запишем, я в этот момент участвовал в Кроссфитопонах. И это просто, ну, испытание очень жесткое, и у меня было все растянуто. Вообще для меня абсолютно другая работа была, и вот сейчас я более-менее хотя бы в себя форму пришел, так знаешь. У меня есть человек, с которым мы переносим год, даже больше года. Последний раз я ему написал, перед штатами он говорит, все, в среду снимаем. Я говорю, я, блядь, улетаю во вторник, какая среда. А он знал. Вот, я прилетаю, говорю, ну что, давай. Блин, у меня ковид, еще два месяца не сможем. А догадайтесь, кто это. Я понял. Напишите, нет, это ладно, понял, напишите в комментариях, кто так долго соскакивает. То есть я со своим месяцем еще нормально, да? А в чем суть шоу? Проверяем силовые. Слушай, у нас тяжелоатлет вообще впервые. И процентов 80 с этого шоу смотрел. И первые мысли, которые у меня возникли, еще в самом начале, когда я только начался этот тяжелых, думаю, блин, вообще не моя тема. То есть, вот, бицепс я вообще никогда не качаю. Вот, хоть ты обратил внимание, почему я все это рассказываю? Ну, все равно ты как-то делаешь тяги делаешь, там, жмешь, все равно он работает. Но вот так вот, чтобы на бицепс, а еще на максимум, я не делал никогда в жизни. Поэтому это будет для меня первый раз. Надеюсь, все нормально будет. Подтягивания вот за свои, там, 38 лет, да? Подтягивания вообще не занимался вот до того момента, сейчас как-то просветом начал делать, да? Поэтому для меня это вообще тоже новая тема. Ну, а жим, он просто... Ты выход делал, хороший скорлубитель. Нет, подожди. Выходы, я... Выходы делал? Обманывает нас, да? Вообще, я охренел. Живы, грим. Короче, собрали вы всю тему не мою, но мне в том-то и интерес. С вашим рейтинге, как-то хоть где-то среди певсов и шоу-бизнеса затесаться. Если это видео соберет больше, а с какие? Больше 40 тысяч лайков. Больше 40 тысяч лайков я в комментариях закреплю в Инстаграме. Ну, давай так. 230 у меня лучший жим. Бой, штангистский, знаешь, с отбилом, там, с отрывом жопы. 230, да. 210 я жал на 2 и 200 на 3 или даже, не собрал, может быть, на 4. С Чикишевым это, из Жени тогда уже рыбались. Ну, что ты, Влад, трепотел? Он у нас пока что лидер нашего рейтинга. 185 пожал, 112 на бицепс и 25 и 26 на 70. Это хороший монтаж или ты просто здоровый? У тебя есть какой-нибудь секретик? Как ты восстанавливаешь плечи для ребят? Когда вот во всю эту историю просто и там оканулся, я понял, что травм будет много, микротравм, но их будет много, их надо будет лечить. Я себе все приобрел. Еще раз ездил, у меня стимулятор купил, у меня лимфодренажные штаны, все эти пистолеты, все эти там. Ну, то есть я решил год прям отдать конкретно на подготовку. Я считаю, что все по чуть-чуть, оно вот на общую копилочку идет, да, потому что, знаешь, некая там пистолет-херня. Куда херня? У нас вот эти узелки, они как-то, обычно мы сидим там кулаком, а здесь облегчает эту работу. Соответственно, ты уже не сидишь, себя там руки не забиваешь, тебе комфортнее и продуктивнее от пистолета, да. Аппликатор Кузнецова, опять-таки. Кажется ерунда, да, он не вылечит тебе боль, но он циркулирует эту кровь, горячая кровь, адреналин все ускоряет процессы, классно. Лимфодренажные штаны, я вот готовился к это к опанам, да, тренировался, у меня ноги, ну, просто, ну, я приходил домой, у меня там они висели. Штаны залезешь, там часик полежишь, знаешь, кровь прогонится, хорошо, облегчает. Ну, то есть они вот все, как ты сказал, все по чуть-чуть, но в общую копилочку, поэтому все, что чувствую, все себе приобрел, поэтому будем готовиться, посмотрим. 140 на штанге, это человек, к которому я не буду делать никаких подсказок и замечаний насчет открытого хвата. Человек знает, что делать. В этом году я сейчас закончу я снимать эту историю всю по кроссфету, и мне так понравилось вот этой историей заниматься, знаешь, ты погружаешься прямо в вот эти все истоки, и выводишь это все вот до того, что сейчас происходит. Мне по кроссфету понравилось это делать. Следующее, я хочу по пауэрлифтингу делать. Дима с передонами пообщался, он говорит, Димон, там такая бездонная бочка, но что-то мне прям вот интересно в этом всем покопаться. Слушай, а мне я не могу, мне самое трудное опустить. Я, знаешь, я иду прямо вот так. Опа, здесь что-то, здесь что-то, здесь все. Я раз такую положу, ага, все, вот она лежит, на взлетную. Все спрашивают, Кирилл, а что ты так долго опускаешь? Так вот, такой, эй, эй, так, эй, ищешь, ты не опускаешься. Ага, можно сжать, сжать не больно, пускать больно. Какие-то комфортные траектории еще. Вера не дает рукам упасть, вера это как глубокий сон. Реально вот так легче сжать? С такой паузой? Вот только я жму, мне это самое легкое. Кирилл, нормально все? Ему так легче, он же сказал. Приживает. Выход на турнике, чтобы зарубиться, правильно? Нет. Нет? На ходьбе хочешь, на ходьбе. Я вчера 13 метров прошел на руках. Серьезно? Да. Вау. Минутка полезной рекламы, господа. Во-первых, это смарт-часы. Называются они Canyon Smart Coach. Я вам сейчас расскажу, вы охренеете. Они у меня уже месяц. Неделю я ими пользовался, потом уехал в штат. Это просто то, чем я хотел поделиться. И сейчас последние два дня я их юзал, пока они практически не сели. У них есть приложение Canyon Life. В этом приложении есть все. Сегодняшняя активность. Ну, как сегодняшняя. Пробежал по лестнице. 275 раз мы переснимали. Я их надел. Браслет мне подходит. У меня еще есть одна запасная дырочка. Такого, в принципе, не существует. Какие бы я ни брал модели электронных часов, либо настоящих, они мне не лезут. По водолазности. Эти часы способны на погружение данного метра. Ну, коротковременно, ребят. То есть, без фанатизма. В Марианскую впадину вы ведь с ними не занырнете. У этих часов есть виртуальный смарт-тренер. То есть, часы считывают ваши все показания. И на основе вашей жизни, деятельности, того, как вы проводите день, он дает вам рекомендации того, как и что вам тренировать. Как вам нужно тренироваться. Это очень крутая фишечка, ребят. Оптимизация под наиболее доступные виды спорта. Экологическая упаковка. Вы теперь не убьете лишнего пингвинчика. Он не умрет из-за вас на Арктике. Вы пользуетесь экологичным практическим продуктом. Здесь есть функция кардиограммы. И он у нас меряет сейчас ЭКГ. Правда, говорить при этом нельзя. Двигаться при этом нельзя. Вы должны быть неподвижны. В общем, мы померили. Все эти данные можно выгрузить в облачный сервис. И потом отправить вашему врачу. То есть, вы с облака обратно выгружаете, отправляете вашему врачу. Также, после измерения ЭКГ, в приложении можно посмотреть рекомендации. Удобная штука. Высокоточные датчики браслета обеспечивают точность и частоту измерений. Ну и отдельно хотелось бы рассказать о приложении. Это приложение создано для всей линейки фитнес-браслетов и смарт-часов Кэннин. Позволяет использовать все возможности вашего гаджета. Уведомления, календарь, мониторник, показатели активности и здоровья. Также отслеживание местоположения вашего ребенка. Перечень базовых возможностей приложения. Приложение обеспечивает бесперебойную работу и сохранность данных. Ну и приятный бонус, господа. При покупке данных смарт-часов бонус. Сертификат спортмастера на 500 рублей вам в подарок. Для этого вам нужно зарегистрировать чек на страничке Кэннин.ру. Все ссылочки в описании, друзья. Как ты относишься к тому, что Миша сейчас перешел в бокс? Слушай, очень часто мне этот вопрос в последнее время задают. Я всем отвечаю одно и то же, потому что именно так я и отреагировал на это, да? Сам для себя. Наша задача, мужиков какая? Обеспечивать свою семью. Эта задача была у любого мужика к протяжении всего существования человечества, да? Раньше там мужики ходили на охоту, боролись там со зверьем, да? Приносили мясо. То есть задача обеспечить семью. Это первостепенно. А все остальное это уже какие-то вот в духе времени каком-то, навязанное обществом, какие-то стандарты, которые, нормами, которые меняются из года в год, да? Ну, первостепенная задача обеспечить свою семью, он выполняет. Сделал бы я так же. Я не могу это сказать, потому что пока то, что я делаю, хватает. А когда встану я при какой-то безвыходности, как я поведу себя, я не знаю. Я не думаю, что это настолько как-то зашкварно, как это говорится этим современным сленгом, да, чтобы этого не делать. Это просто новый вид такой развлекательной активности. По сути, весь спорт, даже олимпийский, он развлекаловка. Это политическая какая-то игра и развлекаловка для больших масс людей. Все. Вот он, по сути, делает это то же самое. А тебе приходилось или драться, или спарринговаться? Нет, вот никогда в жизни почему-то мне... Не дрался? Вот никогда. Не знаю. Я, знаешь, по натуре дипломат, я всегда заговорить. То есть я мне поговорить, пообщаться. Если где-то неправ меня, я там не лезу, знаешь, из себя. То есть я извинюсь. Камера света, начало мотора, ты на мониторах, во время террора даю тебе форус, следует халит. Я все, я честно мечтал всем исполнять, да. Я просто, как я изначально сказал, ну, боюсь потянуть. Знаю, 80 физически готов, 100%, ну, можно даже 80, но я это просто страшно, наверное. Я знаю, что если что-нибудь потяну, блин, не буду выходить на турники какое-то время, мне просто кайф, знаешь. Я сейчас живу, прям с горящими глазами, и вот, собственно, я кайфую от этого. Знаешь, я каждый день ложусь спать, я жду, когда утро начнется, чтобы быстрее прибежать в зал и начать тренироваться. Так ты же, ты когда будешь снимать про пауэрлифтинг, немножко загоришься? Да, вернемся. Не, я очень рад. Вообще не шанс, чтобы тебя забодать. Когда ты перед Майами уезжал, я пожал здесь 120, и меня прям очень было больно и слабо, и поэтому я очень рад, что сегодня семерочка получилась. Ну, я готовился. Дима, а с подтягиванием у тебя как-то получается? Никогда не подтягивался? Я никогда, я не то, что на максимум, я вообще не подтягивался. То есть у меня единственное, что с турником было связано в свою спортсменную карьеру, это чисто повисеть после тренировки, после приседания и так далее. Все, вообще никогда не подтягивался. Я даже не знаю, сколько я подтянусь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, надо потренироваться бы. Сейчас когда, говорит, не качал бицепс? Знаешь, как у меня была шея больше? 59 или 60 см? Я думаю, если у меня сейчас осталось хотя бы как у Димки, будет просто. Субтитры сделал DimaTorzok Да, стандартный. Повсюду на обид, что ты делаешь? Я не знаю, я же говорю, я не делал, поэтому мне трудно как-то оценить. Я до болевых ощущений, я такой, знаешь, если что-то где-то уже начнет подтягивать, я сразу стопорный. Ветеран. Ветеран, по ветеранской теме, да. И сколько бы ты там ни сделал, будет мало, ты для кого-то победитель, для кого-то пас. Мне было очень интересно, сколько я подтянусь. Мне очень хотелось плавать 170. А ты сейчас уже так, не самое важное. 77, красивая цифра. Спасибо большое. Да, мы с Димой зарубились в инстаграме моем, там будет видео, подписывайтесь. Соцсети Димы, инстаграм, ютуб, все в описании. Мотивация у вас сейчас на экране. Лайк, колокольчик перед глазами. Спасибо большое, что приехали. Я на самом деле... Закислил мячом. Переживал, потому что надо было именно делать те вещи, которые я не делал. Я прям очень доволен, иначе так и ухожу с поднятым настроением. Здесь я не вещиком баня. Всем здоровья, удачи, занимайтесь спортом. Обнял, поднял, заплакал, поставил на место. Хуй, я пойду отдыхать, б***ь.